Издревле людей привлекало все таинственное, неизведанное и опасное. В древние времена моряки рисковали, отправляясь в плавание, но открывали новые земли. Сейчас некоторые рискуют, отправляясь в пятерочку и открывая товары красная цена. Я же сегодня рискну и отправлюсь в чемпионат в Северной Корее. Открою для себя самый загадочный и закрытый турнир по футболу на всей земле. Если вы это видео видите, значит я вернулся и со мной все хорошо. Либо моя кошка научилась монтировать. Приятного просмотра, лайки, комментарии, колокольчики, подписки приветствуются. Найти хоть какую-то внятную информацию о местном чемпионате практически невозможно. Про обзоры в формате видео я вообще молчу, на ютубе я их не нашел. Даже на рутюбе я их не нашел. Нашел какую-то небольшую статейку, где каждая команда высшего дивизиона описывается. А здесь, между прочим, аж 4 дивизиона. Статейка неплохая, но не совсем актуальная. 2011 года. Больше никакой информации, ну любопытно, я не обнаружил. Даже на Вики статья довольно маленькая. Да, там есть список чемпионов. Ну, собственно и все. Каких-то уникальных правил там нет. Как, например, в чемпионате Ватикана, где есть паузы на молитву и так далее. Кстати, можете посмотреть мое видео про чемпионат Ватикана. Команда 25 апреля. Это команда в честь Корейской народной армии. И она может спокойно себе забрать любого футболиста и кого угодно при желании. К тому же они обладают весьма неплохим стадионом на 114 тысяч человек. В принципе, свой эксперимент из позапрошлого видео я мог бы и провести в Северной Корее. Пока я выбирал команду, за которую я буду играть, вот на что я обратил внимание. Все владельцы всех клубов, они счастливы либо довольны. И даже в низших дивах люди не печалятся. Получается, вся эта пропаганда про то, что в Северной Корее живется не очень здорово, все вранье получается. Люди счастливы. Партия работает. Интересно, что подают в столовой футбольного клуба Собак Су. Ну что ж, товарищи, стартуем. Как вы понимаете, не зря я сегодня надел костюм, потому что, ну, если присмотреться, то все, абсолютно все, тоже, так сказать, при параде. Нужно соответствовать. Какие такие контракты, если нужно, будут играть до конца жизни? Я думаю, это мало кого удивит, то, что здесь нет ни одного легионера. По идее, я в команде 25 апреля могу брать кого угодно бесплатно, дружище. В смысле, ноль. Мое предложение ноль. Они требуют денег? Где моя красная кнопка? Ну а местный кубок называется не кубок торчка, как может показаться тому, кто плохо знает этот капиталистический английский язык, а кубок факела. Приятно, что уважает воронежскую команду. В целом, конечно, уровень игроков довольно печальный. Внутренние статистики по игрокам, сколько матчей сыграно и так далее, само собой, никакой нет. Вот у некоторых, например, есть перерывы в карьере четырехлетние и так далее. Не знаю, может в армии служили, хотя по сути это армейский клуб. И как бы играть в нем, как и в армии, служить одно и то же должно быть. А может и нет. А кто знает? Меня удивляет, откуда автор фейспака взял фотографии. С другой стороны, а как мы проверим, что именно это ким хуёк? Только я в команду пришел, а совет директоров уже в восторге. Значит, костюмчик понравился. Само собой, купить европейских звезд мы никак не можем, но сейчас я сделаю кое-что страшное. И, как многие страшные вещи, я буду это делать молча. Да, поменять гражданство с Южной Кореи на Северную не так просто, поэтому даже приходится менять скин кореец. Если верить FM, то три лучших северокорейских футболиста это Ри Йонг Чол, Чанг Кук Чол, какие счастливые лица, и Чонг Иль Ван. Так, а кто разрешал ему улыбаться, я не понял. Интересно, какая заполняемость стадиона при таких больших размерах? Скорее всего, небольшая, потому что средняя цена на билет 13 долларов. Откуда у северокорейца 13 долларов? Откуда вообще у гражданина этой страны есть хоть какие-то доллары, а? Я вот не знаю, кому верить, автору этого апдейта или интернетом, потому что там написано, что Чемп играется по системе осень-весна, а здесь играется по системе зима, холода, одинокие дома и аж до следующей осени. Скорее всего, в интернете больше правды, потому что, ну, в Корее не такой-то прямо мягкий климат, чтобы играть в январе, например. Как я и говорил, погода не радует, играем в минус 5, но это только закалит наш характер. Сейчас, получается, параллельно идет Чемпионат мира по футболу в Катаре, и там сборная Южной Кореи. Как дела, а? Сука, без сона-то нормально идет? Давайте посмотрим, кстати. Ха-ха-ха. Почему-то игра мне предложила тактику, чем-то похожую на ракету. Только сейчас внимание обратил, капец в этой команде народу. Вы просто посмотрите, 7 запасных и 258 супер запасных. Мы играем в гостях, я внимания не обратил, сколько капиталистической мерзотной рекламы. Тьфу. Смотрите, мощные корейские деревья, даже в минус 5 зеленые и красивые, потому что так надо. Ким Ю Сонг подает и Ча Юнг Хуёк. Кто забил, я не знаю. Нет, все-таки Сон забивает гол, да. Ким Чол Бома и тот, и тот отдает с травмой. На секунду. О чем говорят? Корейцы крепки и духом, и телом. Соперники один гол отыгрывают. Здесь неразбериха при подаче углового. Джу Джонг Чоль пробил довольно мощно с острого угла. 1-2. С другой стороны, меня не радует такая посещаемость. Эти люди сейчас могли работать в полях, на заводах и так далее. А вместо этого смотрят какой-то там футбол. Сейчас я скажу такую вещь, которая кого-то удивит. Тем временем 3-2. Ничего себе, интрига. Север-корейский футбол довольно современный. Вы спросите еще, как это возможно? Почему? Потому что это редкая футбольная нация, где женский футбол развит сильнее мужского. И на азиатском уровне женская корейская сборная весьма неплоха, кстати. Так, я не понял, как можно не побеждать разгромно, имея в составе сон. Вы что, угораете? Видите, насколько серьезный уровень северокорейского чемпионата? Казалось бы, да? Хён Минсон, звезда АПЛ. Но что он сделал? Один гол заковырял, жалкий, да и все. Га Ун Хан спрашивает меня. Футбольный экспресс. Кстати, это реально, то есть в Корее до сих пор популярны газеты, потому что, ну, интернет там не особо развит. И, вероятно, в газетах-то футбольные обзоры присутствуют в лучшем виде. Но где же, сука, купить на них подписку? А вот и долгожданный домашний матч. Давайте любоваться шедевром. Северокорейской архитектурой стадионом 25 мая на 114... Ух ты, сколько народу! А всё почему? Потому что в столице люди работают. В некоторых источниках пишут, что стадион ещё больше, где-то на 150 тысяч. Опять-таки, проверить это не могу. При всём желании сгонять туда и посчитать места. Нет, это кажется, что в теории-то возможно, но как-то, знаете ли... На кого я кысью-то оставлю? Если честно, подписание Сона я рассматривал как подписание Холланда в видео про Сан-Марино. Но что мы видим? Он, конечно, борется, он, конечно, старается, но забивают другие парни. Юн Иль Гуан. Были и славные, конечно, страницы в истории северокорейского футбола. Например, на чемпионате мира 1966 года, может, позабыл, но они доходили аж до 1-4 и отлетали от мощной сборной Португалии с легендарным Айсебио. Даже больше скажу, я смотрел документальный фильм про тот их заход на чемпионат мира. Довольно любопытно, можете на ютубе найти. Там и есть интервью с участниками того турнира. А вот интервью с участниками чемпионата мира 2010 почему-то нигде нет. Но я все равно не особо верю в слухи про то, что их там всех отправили на шахты. Скорее всего, это история, как и история про победу Северной Кореи над Бразилией, которую якобы показывали на... Опять ничья, да что ж такое? Которую якобы показывали на местном ТВ. Просто интернет-розыгрыш. Прикол. А вот то, что две подряд ничьих, это совсем не прикольно. Как по-северкорейски будет позорище? Наверное, Сеул, не знаю. Товарищи, вынужден признать, я не справился с ответственным и сложным заданием партии. И как трусливая собака, я вынужден из страны сбежать. Продолжение следует...